Здравствуйте! В эфире телеканал АРИС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Несколько поваленных деревьев и небольших повреждений это в городе. В селе более 250 домов без электричества, сорванные кровли, поваленные столбы, нарушенная связь. Это последствия субботнего урагана, для кого-то незаметного, для кого-то превратившегося в настоящее стихийное бедствие. Подробности минувшего чрезвычайного происшествия мы выясняли в селе и в городской мэрии. 254 дома остались без электричества, а с 9 построек сорвало кровлю. Такова только официальная статистика последствий урагана с дождем, которые прошлись по селу Ира. Что же касается так называемых мелких повреждений и моральных травм, причиненных стихией, то их учесть довольно сложно. Чрезвычайное происшествие случилось в городском округе 9 июля в пятом часу вечера. Сам Кумертау отделался несколькими поваленными деревьями и другими незначительными повреждениями. Селу пришлось в разы тяжелее. Социально значимые объекты в Ире можно пересчитать по пальцам, однако именно один из них – школа – и потерял часть крыши. Профнастила больше нет над частью актового зала и мастерской. В зале крыша протекла сразу, в мастерских пока держится. Оторвавшиеся листы пролетели несколько метров, накрыв собой вишневые деревья. У жилых домов тоже есть довольно серьезные повреждения. Так, один из них получил особенно сильный удар стихии. Крышу сорвало, кирпичные стены буквально начало разметать по кирпичику. Потолок проломлен в двух помещениях. Его хозяйка воспитывает двоих сирот. Средств на восстановление у нее нет. Во время урагана куски металла, отмечает Фаеруза Хайдаровна, разлетались по двору и всей улице вонзались в забор. Пластиковые окна с той стороны трясет, я думала, окна выдернет. Потом сюда выхожу, тут по люстрам уже, где люстра, вода стала, ведра поставила, пока туда-сюда бегала. Везде стала вода, как на улице вода текла, насквозь, короче. А потом в окно думаю, когда же это кончится. Смотрю, лежат эти, стекловатые. А куски листьев, вон видите, обрезы. Вот так, как топор, вот кидаешь же об дерево. Воткнулись они, вот торчали. Пострадали и другие дома. Какие-то больше, какие-то меньше. Фрагменты крыши одного из домов повредили соседский автомобиль. Рядом с домом Дмитрия ветром повалило с виду нерушимый бетонный столб. Выхожу, столб лежит, дождь идет. Как все утихло, стал сразу перекрывать. Ну, позвонили там в службу, получается, РЭС, там КЭС, МЧС позвонили здесь. Ну, они приехали тоже там, их ждали, часа через два, через три приехали где-то. На крышу залезли, там мне брат помогал, там, получается, мы стелили. Ну, я нашел вот сам руберо, это вот там стелить. Здесь машина стояла, то есть они по телефону там, что пока общались, помощи не было никакой. Что касается электричества, то его восстановили довольно оперативно. В этот же день, отмечают жители. Заявки на починку порывов связи отработали в понедельник. Вот теперь устанавливаем сорвовозы нашей линии. А чтобы восстановить, вот связь, сколько времени уйдет? Ну, полчаса, полтора, два. Тут еще после молнии, возможно, погорело оборудование. Жертв и пострадавших, по крайней мере физически, среди населения нет. Однако на полноценный ремонт домов у многих попросту нет денег. Это вынуждает людей обращаться к органам местного самоуправления. У нас снесло крышу тоже снесло, ну, процентов там 80 шифер, все полетело на соседние дома. Потом фронтон. Был у нас фронтон, он шел с южной стороны, ураган. Весь фронтон у нас внутрь дома упал. Полностью почти там еле висело уже все. Хочу, чтобы они помогли, потому что это тоже очень накладно. С ремонтом же тем, кто особо нуждается, в городской мэрии все же обещали оказать поддержку. Комиссия уже оценила ущерб от действий стихии. Решается вопрос о выделении средств. Есть сарай, есть, значит, другие там хостпостройки, да, у которых некоторых прям, ну, видно, что это уже не 10, не 20 лет даже это. На эти вещи пусть не рассчитывают, это однозначно. Наша задача – это жилые дома, восстановление жилых домов. Тем более, тем более, значит, как бы восстанавливать за счет местного бюджета свои болячки на старых там погребах там или сараях, которые уже пока есть. Мы не будем. На это пусть люди не рассчитывают. Да, поможем, поможем жилыми домами, поможем персонально по каждому дому посмотрим. Борьба и бокс – два вида единоборств, которые в Кумертау теперь будут культивировать при поддержке Минспорта Башкортостана. В конце минувшей недели в Уфе было подписано соответствующее соглашение. Свои подписи под документом оставили министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта и глава администрации Кумертау Борис Беляев. Своей подписью министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта подтвердил, что кумертауские борцы и боксеры не останутся без поддержки республики. Соглашение о развитии в городском округе опорных видов спорта на таком уровне подписано впервые. Окончательное решение было принято в правительстве Башкортостана на соответствующем заседании. Перед непосредственно подписанием свои позиции на нем обозначили все стороны. Противоречий не возникло. Мы должны быть территорией успеха и в области спорта. Территорией спорта, территорией уважения, территорией культуры. Сегодня мы делаем все для этого, чтобы наши ребятишки видели, что взрослые на них обращают внимание. Подписанию соглашения предшествовала выездная коллегия Минспорта Башкортостана. На ней обозначили опорные виды кумертаусского спорта и озвучили их проблемы. Соглашение – один из первых шагов на пути решения этих проблем. Документ предусматривает материально-техническое развитие, содействие в обучении тренерского состава и ряд других преимуществ. Мы найдем, уверен, более правильное движение, эффективное расходование денежных средств, которые направлены на развитие вида спорта. Укрепим материально-техническую базу. Более тщательно будем относиться именно к тем звездочкам, которые появляются в этих направлениях. Поддерживать их, укреплять, ну, все будет вестись к тому, чтобы усилить именно эти виды спорта. Соглашение направлено на развитие греко-римской борьбы и бокса. Однако на заседании озвучивалось, что документ может быть доработан. И возможно, что впоследствии республика окажет содействие и по другим направлениям. Предпосылкой может стать недавнее обращение кумертаусского спортсмена-любителя к главе Башкортостана Русте Мухаммитову в рамках его личного приема. Юрий Коробейников обратился с просьбой оказать содействие в строительстве крытого ледового катка. Глава республики сообщил, что сейчас ведется поиск источников финансирования для введения объекта в эксплуатацию. Раз мы начали этот объект, мы его завершим. Другое дело, хочется быстро, чтобы уже в 2017 году сдать, может быть, в середине года, через год. Поручения соответствующие я дам правительству нашему, и Беляеву в том числе, Борисову, мэру вашему. Ну и будем держать на контроле. Хочу сказать одно, что инициатива верная, и стройка будет завершена. Печальный опыт долгостроя спортивных объектов у Кумертау уже был. Однако строительство крытого ледового катка сейчас идет согласно плану. Но дальнейшее финансирование оказалось под вопросом. По последним контрактам у нас осталось освоить примерно 20 миллионов средств, и это освоение у нас закончится ближе к сентябрю, в начале сентября. Поэтому в дальнейшем надеемся, что выделение дополнительных средств появится до Нового года, и пойдем без остановки. Обещание главы республики у Кумертау есть. Соглашение о развитии опорных видов спорта тоже. С таким начальным багажом административного ресурса перспективы у городского округа совершенно определенные. За моей спиной находится здание правительства республики Башкортостан. Сегодня, 8 июля 2016 года, в его стенах произошло историческое событие. Было подписано соглашение о развитии в Кумертау бокса и греко-римской борьбы при поддержке Минспорта республики. Как будут развиваться эти единоборства, покажет время. Однако уже сейчас понятно, что без внимания республики они не останутся. Будущее за малым бизнесом. В наши дни можно нередко услышать эту фразу. Но вот без создания особых условий для становления бизнеса, это самое будущее может и не наступить. Впервые в Кумертау в этом году при помощи федерального и республиканского бюджетов на поддержку малого бизнеса запланировано направить порядка 90 миллионов рублей. На днях в городской мэрии распределяли средства местного бюджета. Кому сказали «да», а кому еще нужно доработать заявки в материале Константина Меркушева. 8 июня в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание «Малое и среднее предпринимательство». 6 по 25 июня был объявлен конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъекта малого бизнеса города Кумертау из муниципального бюджета. В этот период поступило 25 заявок. На текущем заседании только 6 заявок были одобрены. Впервые такое огромное количество предпринимателей получили отказ. 14 заявок не соответствовали предъявляемым требованиям. Большинство получивших отказ – начинающие предприниматели, которые обращались за финансовой поддержкой на начальной стадии становления бизнеса. Основная причина отказов, почему комиссия отказала предпринимателям, это половина пакетов документов, те предприниматели, которые имеют долги по налогам. Это фонд социального страхования, пенсионный фонд или именно по самим налогам. И половина пакетов документов, которые требуются программой документы, не были доложены. То есть комиссия не смогла экспертно оценить те или иные факторы, которые нужны были комиссии. Но не стоит опускать руки. По словам комиссии, те предприниматели, которые получили отказ, имеют возможность погасить имеющиеся долги и заново сдать документы, когда будет объявлен новый конкурс. На прошедшей неделе вся Россия праздновала День семьи, любви и верности. Для адаптивных семей в этот день на турбазе в селе Ира был организован слет под названием «Букет ромашек». Взрослые дети смогли поучаствовать в различных конкурсах, развлекательных играх, обсудить проблемы и поговорить о будущем. Репортажи моих коллег Гульнас Филатовой и Константина Меркушева. В селе Ира прошли празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности. Семейный интеграционный слет «Букет ромашек» проводится второй раз в рамках реализации социальной программы «Ликотека здоровья. Адаптивная семья». Основная цель слета – поддержка и укрепление Института семей в России, становление новых традиций. После открытия мероприятия все присутствующие были разделены на шесть команд. По три семьи в каждой для участия в первом этапе конкурсной программы. Самарины, Варламовы и Студаляк! Аплодисменты! Семья – это ячейка любого общества, тем более традиционная семья. В нашем слете принимают участие семьи многодетные, семьи, в которых есть дети-инвалиды, семьи, где есть ребята из опекаемой ребятишки. Также обычные семьи наших друзей. И вот все они сплочены в команды. Эти команды будут проходить на протяжении сегодняшнего дня много испытаний. На протяжении недели семьи готовились к соревнованиям. Создавали креативные украшения для домиков, которые по условиям конкурса они должны были благоустроить. В течение часа участники строили городок Любвиград, оформляли свои жилища, разрабатывали правила. Каждый старался привнести в свой дом что-то хорошее, интересное, поразить строгое жюри оригинальным подходом. Маленькие участники во всем помогали родителям, с энтузиазмом участвуя в процессе. А после семьи должны были презентовать украшенные домики проверяющей комиссии. У нас было собрание, нам рассказали на этом собрании, что проходит вот такой замечательный праздник. И на этот праздник пригласили нашу всю большую команду. И мы со вторника начали готовиться к настоящему, к этому празднику. Разные семьи собираются вместе, три разные семьи совершенно. Какая-то семья многодетная, какая-то семья с ребенком, с особенным ребенком. Некоторые семьи с малообеспеченной семьей, люди. И вот это, вот самая главная суть этого праздника, что вот эти вот разные категории семей объединяются на один день и делают такое, как бы, общее дело. Проходят вот на разных этапах этого конкурса. Ну, это объединяет и делает мир лучше, чтобы, ну, как бы, все было дружелюбно. Ну, и все заботились о друг друге. Это очень полезно, я думаю. Каждая группа участников попыталась удивить комиссию своим необычным оформлением домика. Воздушные шары, романтичные композиции из свечей, цветов, аппликации, виртуозно исполненные оригами, старинные коврики и многое другое представили конкурсанты для оценки. А также сами члены жюри смогли поучаствовать в импровизированных развлечениях, организованных семьями. Ну, что ж, дорогие гости, встречаем. Хлебом, солью угощаем. Ну-ка, давайте, отведайте, дорогие гости. Хлеб, попрос, отведайте. Да. Сейчас мы сарисы, звонят. Макар, заместите в лады. Есть? Да. Павел Владимирович, слышите? Да. Каждую с лады. Вот давайте пробуйте. По словам руководителей комиссии, сравнивая соревнования прошлых годов и конкурсную программу этого, можно с уверенностью сказать, что участники подготовились гораздо лучше, сумев построить настоящий островок любви и верности. В этот раз уже, ну, просто нас все поразили содержанием. И не просто вот оформить, это значит украсить, а именно продумать содержание жизни, вот климат вот этого дома. Ну, и каждый домик, он был абсолютно не похож на друг друга. В каждом доме своя песня. Ну, а самое главное, что в этой песне провозглашалась многодетная семья, провозглашалась любовь, верность. Ну, было очень приятно. Я думаю, вот те семьи, которые здесь находятся, мы же все проходим и через трудности, через ссоры какие-то, да. Ну, дай бог, чтобы этот конкурс, он вот помог каждому задуматься, а что же такое все-таки семья, а что в ней важно. Конкурс на выносливость, конкурс на трудность, на сплоченность. Марш! Следующим испытанием для семей стал конкурсный этап «Полоса препятствий», где они должны были доказать свою сплоченность и дружность. Конкурсантам выдали маршрутные листки с указанием нескольких станций, где их ожидали интеллектуальные конкурсы, туристические, спортивные, а также музыкальные, танцевальные. Дядя, вы выдержали это здорово. Участники состязались в меткости, стреляя из лука, собирали туристическую палатку и показывали свои интеллектуальные способности. Пройдя через все трудности и препятствия, семьи доказали свою сплоченность, умение дружно решать организационные вопросы и просто быть хорошей командой. В ходе всего мероприятия присутствующие заполняли пожелания на бумажных ромашках, создавая тем самым клумбу любви. Во второй половине дня участники слета встречали гостей. Наш земляк, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников, не остался в стороне и вместе с семьей посетил слет-букет ромашек. Он прошелся по улице Петра и Февронии, специально названный в честь праздника. Посмотрел гостевые домики, общался с горожанами, интересовался условиями жизни и дальнейшими планами у участников. Для меня это родной город и все, что здесь происходит, все, что происходит с городом, это для меня очень важно. И если от меня, то есть как должна становиться, зависит какая-то возможность принести какой-то плюс, то это обязательно будет сделано. Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Февронии стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. По словам гостей, организаторы этого мероприятия, семья Сафоновых, является своеобразным образом нашего времени Петра и Февронии. Во-первых, это они организовали, спасибо им большое. Я знаю Петра, он раньше у меня сын, как больной, ДЦП у него. Вот он раньше его массаж ему делал, очень нам помогал. Дай Бог ему здоровья вообще, молодцы они. Большой плюс, большой-большой плюс. Ближе к вечеру состоялся концерт, на котором выступали участники слета. Танцы, песни под гитару, стихи сопровождались бурными и теплыми аплодисментами. В конце мероприятия организаторы предложили зрителям написать свои пожелания в план развития города, касаемо создания условий для особой категории горожан. Как оказалось, по словам жителей, главной проблемой является комплекс для детей с ограниченными возможностями. Нам бы хотелось вообще сделать паралимпийский центр для детей с ограниченными возможностями, чтобы ребенок не замыкался в себе, а развивался. Да, развивался больше, если у него есть способности, ему не сидеть на одном месте, а дальше развиваться и двигаться вперед только. ЖД-дорог вообще нет. Переезд колясочек мы не можем вообще выехать с восточного города. Нет паралимпийского центра, чтобы дети там именно занимались активным спортом, потому что нету бобов куда сложить, нету лыж нам куда сложить. У нас нет паралимпийского центра. Завершился слет ужином, который приготовили на костре. За столом семьи делились своими впечатлениями, обсуждали успехи, достижения и строили планы на будущее. Накануне в Кургазинском районе прошло открытие 30-го юбилейного лагеря «Юные геологи». В чем соревновались геологи, разбиралась Гульнас Филатова. Участниками профильного лагеря стали школьники, занимающиеся в детских геологических природоведческих объединениях. 20 команд из городов и районов республики и одна из Казахстана. Ребята подготовили выставку с экспонатами из своих полевых экспедиций, рисунки, фотографии и природные материалы. Торжественная церемония открытия ознаменовалась представлением командами своих оригинальных логотипов и названий. Поприветствовал их член судейской коллегии геологических слетов Игорь Бергазов, а ведущие мероприятия пожелали им новых открытий и побед. «Есть участники, которые появились в первый раз, будем надеяться, что не последний. Мы рады всех вас видеть здесь и от лица судейской коллегии обещаю судить вас справедливо, но строго». Куэргазинцы гордятся достижениями земляков-писателей, поэтов, скульпторов, композиторов, ученых и врачей, известных не только в Башкортостане, но и далеко за пределами России. «Мы от всей души надеемся, что славная Куэргазинская земля подарит вам вдохновение, радость, новых открытий и побед». Для ребят и гостей мероприятия выступили творческие коллективы района и народные ансамбли. С речью выступил почетный гость заместителя главы администрации по сельскому хозяйству Наугад Хисматуллин. Он поздравил ребят с открытием лагеря. «В переводе с башкирского куэргазы означает «бьющий живительный источник реки», «исток, который питал и вырастил целое поколение талантливых ученых и писателей, поэтов и композиторов, умелых, грамотных руководителей и специалистов, истинных патриотов родного края». Тамара Суханова, методист по работе с юными геологами, вручила капитанам команд памятные молотки, вымпела и флажки. А после в честь открытия слета был разбит символический камень. 30-й юбилейный республиканский геологический слет Олимпиады открыт! Участников слета Тагрипа приветствовали куэргазинские спортсмены, гиревики и гимнастки. На данный момент можно с уверенностью сказать, что наш район занимает лидирующие позиции в республике по гиревому спорту среди мужчин и юношей. К тому подтверждение первое командное место республики Башкортостан в 2016 году на Спартакеаде среди сельских районов. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.